МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа «Неделя города». Смотрите в выпуске. Осторожнее на воде сотрудники ГИМС патрулируют оборудованные и необорудованные пляжи. Пляжи и обслуживание в электропоездах. Краткие итоги заседания правительства. Все для фронта. Старая кузня помогает бойцам новыми изобретениями. Реконструкция гидротехнических сооружений в Скопине, качество обслуживания в электропоездах и оборудование пляжей в регионе. Это только часть тем, которые обсудили на заседании правительства. Тема номер один – реконструкция очистных сооружений в Скопине. Осенью прошлого года сообщили, что работы начались. Павел Малков отметил, что проект этот ключевой. Очистные сооружения нужны для реализации будущего инвестпроекта – строительства в Скопине нового фармацевтического производства. Срок окончания – декабрь 2024 года. Также оборудование, предусмотренное в рамках реализации проекта, заменили на отечественное. Оно заказано уже у производителей. Срок поставки – август-сентябрь 2024 года. После проведения реконструкции очистные сооружения смогут принимать дополнительный объем истоков от предприятий, учреждений. А уровень очистки будет соответствовать всем санитарным нормам. Другая тема – обслуживание в электропоездах. От Рязани до Москвы ежедневно ездят 18 пригородных поездов, 10 из которых – экспрессы. И один из частых пассажиров, который ездит по этому маршруту – Павел Малков. Он обратил внимание на многие неисправности и дал поручение устранить. В январе текущего года для технического обследования поезда была организована рабочая группа с участием Минтранса области, регионального руководства РЖД и компании-перевозчика Центральной пригородной пассажирской компании. В ходе мониторинга были выявлены следующие многочисленные дефекты. Повреждение салонного оборудования, спинок, кресел, подлокотников, столиков электрических розеток. Освещение салонов и тамбуров – ни единого оттенка освещения. Изношенность напольного покрытия с необходимостью замены. Не удовлетворительное состояние салона и туалетных комнат. Температура в салоне наблюдалась значительно ниже нормативной. По итогам мониторинга перевозчик подготовил комплексный план по устранению вышеуказанных дефектов и устранил их в рамках текущего содержания 30 марта текущего года. Контроль за санитарным состоянием поездов был усилен. После перешли к непосредственно летним поручениям – состояние пляжей. В соцсетях пожаловались на плохое состояние пляжей, конкретно Ласковое и Уржинское. А еще Скопин, Сапожок, Рязанский район – жалоб, в общем, хватает. Коллеги, мы же работаем на самом деле для людей. Прошу коллег из администрации вспомнить, как сами на пляж ходили или ходите сейчас. И не надо говорить, что что-то не получается. Есть проблема – надо искать, как ее решить. Выехать на место, посмотреть своими глазами, вместе с МЧС выехать, посмотреть, проработать с вопросом. Причем люди у нас купаются в вполне конкретных местах, которые много лет уже определены. Все эти места известны. Я руководителей муниципалитетов прошу лично заняться. В некоторых районах эта работа отлично проведена, а в некоторых – неудовлетворительно. И в целом, работой по созданию условий для пляжного отдыха я недоволен. Считаю, неудовлетворительной. По итогу пляжного вопроса губернатор дал новое поручение. Создать реестр мест для купания и конкретные планы по развитию для каждого. Плюс график работ по их запуску. Потому что в этом году, например, часть пляжей открылась только к середине лета. Закончилось заседание правительства статистика жалоб из социальных сетей. В этот раз топ-9. Первая пятерка – классическая ЖКХ, благоустройство, дороги, медицина и вывоз мусора. А вот новые четыре позиции любопытны. Сразу на шестом месте – общественный транспорт. Следом – соцзащита, экология и образование. Павел Малков отметил, что проработать надо все обращения. От качества дорог на улицах города напрямую зависит безопасность транспортного движения, а значит и водителей и пассажиров. В этом году администрация Рязани проведет ремонт автомобильных дорог и мостов. В некоторых местах работы уже начали. Где ждать обновления дорожного покрытия – смотрите далее. В этом году в Рязани отремонтируют более 14 километров дорог. Это 17 автомобильных трасс и один мост. На это направят 883 миллиона рублей. Сейчас уже начали работы на улицах Щерса, Крупской, Пушкина, Центральной, а также первом почтовом проезде. Плюс нашли подрядчика для ремонта моста через реку Лыбедь на улице Маяковского. Также мы планируем выполнить ремонт верхних слоев покрытия для устранения коленности на улице Интернациональная, улице Тимурсов, улице Новая, улице Есенина, Касимовском, Михайловском, Московском, Кубышском шоссе. Особое внимание уделяют обеспечению безопасности дорожного движения. Так, на улице Крупской и на подъезде к нефтезаводу установят два светофора. Еще 51 модернизируют для улучшения пропускной способности. Им заменят контроллеры и отрегулируют системы организации дорожного движения. На работы выделяют порядка 40 миллионов. Помимо этого улучшат и остановки общественного транспорта. Будут адаптированы для маломобильных групп граждан. Это остановка кинокопировальная фабрика, это остановка на площади Театральная, остановка на улице Островского, остановка строительного управления. Анатолий Зуев отметил, что особое внимание будут обращать на качество, а также на график выполнения работ, ведь все должно быть сдано в срок. Анастасия Арн, телекомпания «Город». В Старой Кузне нашим бойцам помогают с первых дней начало специальной военной операции. Вадим Дыкин вместе с волонтерами регулярно отправляют на передовую все – от гуманитарной помощи до портативных кованых печей. Уже больше двух лет в этой кузне варят и куют элементы обмундирования и портативные печки. Вообще разных изделий для фронта здесь делают с десяток видов. Каждые из них дорабатывают с учетом отзывов наших бойцов после тест-драйва. Машины с изделиями на передовую отправляют регулярно. Очередную большую партию всего самого необходимого помогают грузить волонтеры. Сегодня у нас приехал один из полков десантуры. Отгружаем мы его очень далеко. Ребята приехали, работаем мы с ними тоже очень давно. Мы им грузим сегодня печи дизельные, печи дровяные, баки, кошки. Очень много спецсредств. Нифа памница – это защита обезболивающих уколов. Грузим гуманитарную помощь, грузим обереги Сараевского района. Не так давно у бойцов появилась потребность вот в таких вот тележках на дистанционном управлении. За основу взяли чертежи из интернета и описание задач от самих солдат. В итоге получилось устройство с камерой и аккумулятором, который управляется дистанционно. Это уже не новшество и это уже давно нужно на фронте. Тележка, она нужна для подвоза боеприпасов, еды, допустим, в окоп солдату. Там, где он ведет бой. Это элементарно. На человеческие жизни. Там, где не может пройти человек, пройдет тележка. Даже если ее уничтожат, это будет уже не человек, так сказать, не солдат наш. Также на нее устанавливается вооружение. Она может вести бой. А еще на ней можно транспортировать раненых солдат. Радиус передвижения устройства порядка двух километров. Конечно, теперь в планах усилить работу именно над такими моделями. Ведь похожая заводская будет стоить как минимум 250 тысяч рублей. Волонтеров сейчас хватает, рассказывают в кузне. Осенью прошлого года к помощи подключилась Федерация тяжелой атлетики Рязанской области. Волонтеров взаимодействует большое количество. Люди приходят тогда, когда у них есть время. Отрывают время от работы, от семьи. Приходят, помогают. Постоянно приходят порядка 20 человек. Есть и волонтеры, которые радеют за наших солдат с самого начала СВО. Работаю я сварщиком. Тут помогаю варить. Почти с самых первых дней. Узнал по интернету, умею варить, пришел помогать. Порядка пяти тысяч изделий уже сегодня повезут в зону специальной военной операции. Но и это лишь малая часть необходимого для фронта. А значит, работу будут продолжать. Нам очень нужно металл в первую очередь. С волонтерами стало более-менее налаживаться. Помогает Федерация тяжелой атлетики, приседатель Владимира Попова. Ребята стали приезжать. А вот металл у нас сейчас фактически кончается. Арматура, лист, труба, профтруба, квадрат, пруток. То есть нужно все. Мы делаем от спецсредств до тележек. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». С начала года в России на водных объектах погибло более полутора тысяч человек, среди которых свыше двухсот детей. Эти цифры значительно превышают аналогичные показатели прошлого года. Как правило, большинство трагедий происходит на необорудованных пляжах. Сотрудники ГИМС ежедневно патрулируют водные объекты и проводят инструктаж с отдыхающими. В летнее время года на страже водных объектов ГИМС ежедневно. Когда оборудованные пляжи в жару забиты подчистую, рязанцы находят спасение от зноя на так называемых «диких». Правда, такой отдых закончится может трагедией. В этом году на воде погибло уже восемь человек. Это на три больше, чем за аналогичный период 2023-го. Основная гибель зарегистрирована на несанкционированных местах купания, местах отдыха. Гибель зарегистрирована в городе Рязани и в трех районах области. В городе Рязани утонуло 4 человека, из них 1 ребенок, это девочка 15 лет. В Касимовском районе утонуло 2 человека, из них 1 ребенок, мальчик 14 лет. В Рыбновском районе 1 человек, взрослый. И в Пронский район 1 человек, подросток 17 лет. В этом году в Рязанской области к купальному сезону оборудовали 33 пляжа. Пять из них открыты в областном центре. Каждый из таких водных объектов оснащен спасательными и медицинскими постами. Наверное, знаете, что здесь не оборудованы спасательные посты, нет медицинских работников. Водолазное дно, это дно водолазами не обследовано. Течение сильно, хоть и достаточно мелко в каких-то моментах. А у нас в этом году уже 86. В профилактической беседе памятка о том, как вести себя на пляже. И хотя инспекторы проводят рейды по стихийным местам для отдыха регулярно, гибель на воде остается одной из основных причин смертности детей и молодежи в возрасте от года до 24 лет во всем мире. Нужно подходить только со спины, только со спины. Если человек в сознании, значит, соответственно, принять горизонтальное, то есть спасающему принять горизонтальное положение, за подмышки человека к себе на грудь положить. И если он в сознании, потихонечку, одной рукой удерживая его, двигаться в сторону берега, звать тоже на помощь, чтобы другие люди подошли, подоспели, помогли, потому что одному человеку все-таки тяжело спасать. Вытащив человека на берег, нужно незамедлительно вызвать скорую, а уже затем оказать первую помощь. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». 4 миллиарда за три месяца. Такой статистикой по кибермошенничеству в Рязанской области делится Банк России. Тема мошенничества стала настолько важной, что этому вопросу посвятили отдельный блок на правительстве. За первый квартал этого года удалось сохранить больше 2 триллионов рублей. Эти деньги хотели похитить у рязанцев кибермошенники. Такой статистикой поделились специалисты регионального отделения Банка России. Они отразили почти 14 миллионов попыток хищения у клиентов, заблокировали около 50 тысяч телефонных номеров. При этом, говорят, мошенники постоянно совершенствуют свои схемы. За первые три месяца 2024-го они украли больше 4 миллиардов рублей. По данному МВД, в Рязанской области зафиксировано минимальное количество хищений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий среди регионов ЦФО. Тенденция сохраняется и при пересчете этого показателя на 100 тысяч населения. В нашей области уровень преступности наименьший. Менее 280 преступлений на 100 тысяч человек. В среднем по округу 307 с половиной. Коллеги из правоохранительных органов неоднократно говорили, что одна из особенностей киберпреступлений – сложность их расследования и доведения до суда. В среднем по ЦФО в суд направлено чуть более 15% уголовных дел, а числа возбужденных. Кстати, в прошлом году ситуация была прямо противоположная. В 2023-м мошенники активизировались. За год украли со счетов рязанцев больше 15 миллиардов рублей. В этом пока средства защищают. С 25 июля этого года повышается ответственность кредитных организаций. Когда человек посылает деньги на подозрительный счет, банк обязан будет приостановить такую операцию на два дня и одновременно сообщить клиенту, в чем причина этого решения. На эти два дня отправитель получает возможность все обдумать и отказаться от перевода. Дело в том, что, как правило, пострадавший осознает, что стал жертвой мошенников спустя время, через несколько часов или на следующий день, когда отменить перевод невозможно, а злоумышленники уже вывели деньги. А если банк такую проверку не проведет, то будет обязан отдать клиенту всю сумму. Сергей Кузнецов добавил, что с киберпреступностью бороться можно. Правда, путь – это долг и зависит от слаженности действий всех ведомств. С начала года в регионе назначили больше 8 тысяч пенсий, при этом большая часть – страховые, и еще треть – пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Начать стоит с главных различий, что такое страховая и социальная пенсия. С последней все просто. Предоставляется она людям, которые достигли определенного возраста, и у них нет возможности трудоустройства, либо при ухудшении состояния здоровья. А вот страховую пенсию получают большинство рязанцев. Она основывается на системе обязательного пенсионного страхования. То есть, если человек достиг определенного возраста и имеет стаж работы. Размер такой пенсии зависит от зарплаты и стажа этой самой работы. В 2024 году выйти на страховую пенсию по старости могут женщины, достигшие возраста 58 лет, а также мужчины, достигшие возраста 63 лет. Для назначения страховой пенсии необходимо иметь минимальный трудовой стаж в размере 15 лет, а также 28,2 пенсионных коэффициента. Пенсионные баллы, в свою очередь, накапливаются, например, за рабочий стаж. Но и тут есть ограничения. Максимальное количество годовых пенсионных коэффициентов – 10, так как все страховые взносы направляются на формирование страховой пенсии. Если формировать и страховую, и накопительную пенсии, то максимальное количество баллов за год – 6,25. Однако эти самые баллы начисляются и за важные периоды в жизни. Так, срочная служба в армии оценивается в 1,8. Столько же по уходу за ребенком до полутора лет. Кстати, уход за третьим и последующим детьми оценивается куда выше – 5,4 балла. Некоторые категории рязанцев имеют право выйти на пенсию досрочно. К ним относятся работники с тяжелыми и опасными условиями труда, медицинские работники, педагоги, многодетные матери, родители детей-инвалидов, а также работники, имеющие длительный, северный или специальный стаж. Кстати, узнать, сколько работник накопил пенсионных баллов, можно и самостоятельно, заказав выписку из индивидуального лицевого счета, например, через госуслуги. Если данные не верны, то можно подать заявление о корректировке счета. В региональном отделении соцфонда напомнили, что оформить пенсию по старости можно в автоматическом режиме, на основании сведений, которые содержатся на лицевом счете гражданина. В этом году таким способом начислено больше 900 пенсий. Всего же с начала 2024 отделение социального фонда России по Рязанской области назначило пенсии 8 тысячам жителей региона. Рязанцы в июне больше путешествовали и меньше покупали автомобили. Возросший спрос на туристические поездки повлиял на цены. Экономисты Банка России отмечают, что в целом годовая инфляция в регионе в июне составила 8%. Годовая инфляция в регионе увеличилась практически до 8% без 0,02%. Особенно заметен скачок по сравнению с майскими показателями. Тогда годовая инфляция была 7,87%. То есть цены в июне этого года почти на 8% больше июньских цен в 2023 году. Кстати, при этом рязанский показатель все еще ниже как цифр по ЦФО, так и по стране в целом. Там цифры и того выше. 8,84 и 8,59 соответственно. В целом причину ускорения инфляции в регионе можно описать словами закон рынка. Спрос на одни услуги повысился, цены поползли вверх, части продуктов стало меньше, предложение снизилось, исход тот же, цифры растут. Плюс издержки у производителей производственных товаров увеличились. Например, переработчики мяса стали больше тратить на логистику и зарплату сотрудникам. Эти затраты они перенесли в стоимость продукции. И потребители могли заметить, что цены на колбасу и копчености растут гораздо быстрее, чем раньше. Однако импортные картошки стало меньше. В этом году поставки сократились. Соответственно, цена после майского снижения в июне вновь пошла вверх. А вот спрос на турпоездки повысился. При этом и рязанцы отдыхали как внутри страны, так и за рубежом. Кстати, дорожали путевки на внутренний туризм. Например, поездки на Черноморское побережье. А что касается заграничных туров, то тут без сюрпризов. Цены выросли именно на путевки в Турцию. Цель Банка России – снизить уровень инфляции. Основной инструмент, который помогает решить эту задачу – это ключевая ставка. Этот механизм уже неоднократно доказывал свою эффективность. Он поспособствует достижению результата и в этот раз. При достаточно высоком уровне ключевой ставки вклады становятся выгоднее и люди предпочитают больше сберегать и меньше тратить. В результате спрос на товары и услуги снижается, что ведет к замедлению роста цен. Пока годовой рост цен замедлился только на непродовольственные товары. Все благодаря ситуации на авторынке. Во-первых, те рязанцы, которые хотели купить автомобили, сделали это раньше. И отложенный спрос себя исчерпал. А во-вторых, еще год назад производители активно переносили в цены возросшие затраты из-за ослабления рубля и перестройки производственных цепочек. А в июне этого года стоимость автомобилей российских марок не изменилась. Еще цены упали на одежду, обувь и парфюмерию. По остальному цены идут вверх. В целом, однако, устойчивые компоненты инфляции в июне преимущественно снижались, оставшись высокими. По большинству показателей, текущий уровень ниже, чем в четвертом квартале 2023 года, но несколько превышает первый квартал 2024. Кстати, Рязань не единственный регион, в котором изменилась цена и уровень годовой инфляции ниже, чем по стране. Так, по сравнению с маем, годовая инфляция замедлилась в 44 регионах. Наибольший вклад в замедление роста цен внесли регионы с высокой суммарной долей в индексе потребительских цен – Москва и Московская область. А вот выросли цены выше, чем по стране в 62 регионах. При этом, кстати, разброс годовой инфляции уменьшился. Так, максимальный рост отмечен в Дальневосточном федеральном округе, а минимальный – в Уральском федеральном округе. Основная причина, по которой растут цены, как говорят специалисты Банка России – высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения. И выход, как и было сказано раньше, поддерживать жесткие денежно-кредитные условия. Но уже гораздо дольше, чем это прогнозировали в апреле специалисты банка. То есть проводимая денежно-кредитная политика ограничит избыточные расширения внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. На уличных прилавках появились первые арбузы. К нам их везут из Казахстана, Дагестана и Ставропольского края. О том, как выбрать спелую ягоду, смотрите в следующем материале. Арбуз богат клетчаткой, витаминами и микроэлементами. Эта полосатая ягода предотвращает сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, повышает иммунитет, стимулирует работу мозга. Даже несмотря на большое количество фруктозы, арбуз можно включать в диету. Ведь этот продукт хорошо выводит шлаки и токсины, что способствует процессу похудения. Правда, чтобы выбрать спелую ягоду, созревшую в естественных условиях, нужно знать несколько правил. При выборе арбузов необходимо обратить внимание на внешний вид. Арбуз должен быть округлой формы, правильной формы, иметь четкую окраску, никаких повреждений не должно быть. Но и на кожуре должно быть пятно, потому что арбузы растут на земле, и место соприкосновения с землей, где растет арбуз, проявляется в виде пятна. Причем оттенок тоже имеет значение. Чем он ярче и интенсивнее, тем лучше. Ведь, по сути, пятно – это место, которым арбуз лежал на бахче. И если солнца ему было предостаточно, пятно желтое. Если не хватило, оно остается бледным и белесым. И чем больше солнца, тем слаще мякоть ягоды. При выборе торговой точки для покупки арбуза также стоит обратить внимание, в каких условиях хранится товар. Потребитель вправе попросить продавца показать документы, подтверждающие качество ягод. Торговое место должно быть оборудовано настилами, оно должно быть под навесом, потому что арбузы и дыни не любят солнечных прямых лучей. Запрещается на рабочем месте разрезать арбузы, продавать арбузы в разрезанном, надрезанном виде пирамидки, чтобы попробовать арбуз. Потому что мы не знаем и не гарантируем, где этот нож разделочный, которым продавец будет вам надрезать, обрабатывался. В каких условиях он мылся и вообще, какими еще продукты надрезали этим ножом. После покупки арбуз нужно вымыть. Лучше сначала холодной проточной водой, а затем теплой кипяченой. Разрезанный плод рекомендуют хранить в холодильнике не больше 12 часов. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Во время прогулки в парке или даже на собственном участке можно обнаружить раненую птицу. Как помочь пернатой с подбитым крылом, наша съемочная группа выяснила у орнитолога. Из ста диких птиц в первый год жизни в среднем выживают только пять. Такую статистику приводят специалисты-орнитологи. Города становятся все менее пригодными для их жизни. Птицы врезаются в высокие здания, не могут найти себе пропитание, им угрожают кошки и собаки. Некоторые получают травмы во время грозы из-за сильных порывов ветра. Марина Валычева помогает птицам уже несколько лет. На ее счету десятки спасенных пернатых. И вот сегодня очередная птаха после реабилитации готова к выпуску. Стриж залетел на балкон. С ним, собственно, ничего такого серьезного не произошло. Он просто пока пытался выбраться с балкона, а в остекление крылья ударил и отбил себе кисти крыльев в боях. Заметив на земле птицу, прежде всего нужно убедиться, что ей действительно нужна помощь. Так, например, птаха может оказаться птенцом, который учится летать. Если все-таки у пернатой есть повреждения и на земле она лишь по той причине, что не может взлететь, птице нужно помочь. Птицу нужно первым делом посадить в коробку, картонную, не в клетку, не в переноску, только в коробку, потому что в коробке она не сможет себя травмировать. Коробка – это мягкое, безопасное место, где птица себя не будет так сильно стрессовать, так сильно себя чувствует некомфортно. И затем нужно найти специалиста, который занимается помощью птиц, самим никаких действий вообще не делать, потому что может не навредить, можете там попоить, покормить, но тем птице будет только хуже. Специалист осмотрит птицу и определит ее состояние, а также характер проблемы. После этого спасенную подопечную ожидает лечение и передержка на время восстановления. По словам Марины Валочевой, занять это может от месяца до года. Так, например, вот эта вот ушастая сова попала к девушке пару месяцев назад. И хотя сломанное крыло уже срослось, отпускать на волю птицу рано, рассказывает орнитолог. Она какое-то время пробыла у людей, которые подобрали, и немного испортила оперение. С крылом все уже нормально, но как бы все, зарос перелом, природа у нас может вернуться. Но так как у нее есть повреждение оперения, здесь кончики некоторые обломаны, из-за того, что она сидела в клетке, ее пока что нельзя выпустить, потому что оперение должно для выпуска быть идеальным. И она, собственно, сейчас ждет, когда она сможет высадиться в вольер уличный, чтобы там пролинять уже хорошее оперение, выпускное состояние. К сожалению, не все птицы после лечения могут вернуться в природу. Этот серый снегирь, как говорит Марина, у нее на постоянке. Хотя птица давно поправилась, в диких условиях она попросту не выживет. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На этом все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова